Это управляем с вами занятие по клипу книги Каббала в душе Равиосевчане. У Равиосевчане мы сказали с вами, что по всей видимости он сам говорит Равиосевчане, он был свидетелем двух случаев и об одном он слышал. Два случаев, которые подвинули его на изучение Тор и изучение Каббалы. Первый случай был с кошкой, которая была с белой полосой, если вы помните, которая раздавила машину, что Равин сделал ему Тикун, и когда он выбежал посмотреть, что случилось с этой кошкой, действительно, как он сказал, сидя в комнате, а я уже и Тикун сделали, и он раздавил грузовик, вышив на улицу, он видел, что действительно это случилось. Вторая история говорит так, однажды обратилась ко мне госпожа В. Женщина 45 лет, у которой были парализованы обе ноги. Она могла передвигаться только в инвалидной коляске или с помощью костылей. Она хотела знать, за что ей выпала такая горькая доля до того, как она нашла себе мужа по сердцу. С юности она встречала многих мужчин, но все они после краткой встречи теряли к ней интерес, и она осталась одинокой с горючью в сердце. Увидев ее бедственное положение, я, пожалев ее, обещал спросить о ней во сне. Во сне и выяснить, за что она так страдает. Во сне я увидел себя в городе Вена, смотрящим в окно какого-то дома. То в эти два случая он говорит... Это у Забарского людей? Нет. Это слушал случай человек от Рав Ильяу Лупьян. Теперь он говорит так. Шейлад Халом. Есть у нас то, что называется Шейлад Халом. Что это Шейлад Халом? Или вопрошение сна. Это действие, принятое в практической каббале. В нем используются имена ангелов. К ним обращается и просит их прийти и ответить во сне на заданный вопрос. Так он говорит... Он сделал эту процедуру, чтобы ангелы пришли ему и ответили во сне. Он говорит... Я увидел себя в городе Вена, смотрящем в окно какого-то дома. Там в комнате за ужином сидела еврейская пара с двумя дочерьми и сыновьями. Я вгляделся в их лица и заметил, что лицо младшей из дочерей примерно 18 лет очень похоже на лицо госпожи Две. Этой женщины без ногой и парализованной женщины. И понял, что вижу ее в прежнем воплощении. Она кончила есть раньше всех, потихонечку выскользнула из дома и, пользуясь темнотой, выбралась из своего района кирулками на главную улицу. А там, около городского сада, ее ждал молодой человек, не еврей. Он стал уговаривать ее оставить семью и перейти жить к нему. И она согласилась. Сказав, что так и сделает в одну из следующих встреч. А потом я снова увидел во сне, что смотрю в окно дома и они едят. Но на этот раз, когда все закончили есть, она встала и объявила, что у нее есть друг по имени Владислав. И она хочет получить согласие родителей, чтобы выйти за него замуж. И тут ее сестра сказала, что он не еврей. И когда мать об этом услышала, то упала в обморок. Отец, который прежде взволнованно слушал дочь, бросился к жене. А сестра и братья начали увещевать госпожу В, умоляя сжалиться над несчастными родителями, пожалеть свою душу и отказаться от этой связи. Но слова их не произвели на нее никакого впечатления. Она повернулась и пошла из своего дома к городскому саду, где ждал ее воздух ее мечты. В кавычках. Там она, бросившись ему на грудь, рассказала все, что произошло и пошла с ним в его дом. И снова я увидел сон, и во сне я стою напротив церкви, куда пришла она со своим избранником, чтобы обвенчаться. И в то же время я вижу дом ее родителей. Там траур, они сидят на полу, исправляют под дочери Шибу. И плачут, оплакивая ее духовную смерть. На этом сон прервался, и я проснулся. На следующий день ко мне пришла госпожа В узнать, что было мне открыто во сне. Но я сказал ей, что прежде чем рассказать, что я видел, мне хотелось бы получить ответ на два вопроса. Во-первых, узнать, когда случилось с ней это несчастье. Паралич обеих ног. А во-вторых, я хотел узнать, какие у нее отношения с семьей. Она заплакала и рассказала мне, что в возрасте около 18 лет ей делали операцию на позвоночнике, в результате которой ей парализовало обе ноги. До этого у нее были хорошие отношения с семьей, которая состояла из матери и 10 братьев и сестер. А отца она не помнила, потому что он умер, когда ей было 3 года. Но когда она вернулась из больницы, на инвалидной коляске, мать не пустила ее в дом и прогнала, сказав, что так наказал ее Бог за то, что она вступила в связь со своим приятелем, и теперь она ей больше не дочь. Тогда она обратилась к своему старшему брату, надеясь, что он предоставит ей кровь, пока мать не успокоится и не разрешит ей снова вернуться в дом. Но он не впустил ее и стал стыдить, и сказал, что вся семья приняла решение совершенно отделиться от нее за ее безнравственные отношения с ее приятелем. Когда она увидела, что искать убейших в своей семье она не может, то обратилась к своей подруге, которая приняла ее и успокоила. И с тех пор в празднике, когда вся семья собирается вместе, она должна сидеть одна-одинешенька в горе и отчаянии, а сердце ее терзается и болит. Я сказал ей, смотри, как похоже то, что с тобой произошло, на то, что я видел во сне, ибо поистине в основе деяний Творца принцип МИДА КАНЕГЕД МИДА, то есть МЕРА ЗА МЕРУ. Принцип совершенной справедливости. Ведь в прошлом оплощении ты вступила в преступную любовную связь с неевреем, и за то, что... И за это в этом рождении лишилась любви и тепла, а ноги, которые несли тебя из твоего дома в дом вашей нечистоты, теперь перестали двигаться. И как ты порвала всякую связь со своим народом и отчим домом, так теперь в этом воплощении порвала с тобой связь твоя семья. То есть тогда она не хотела жить как еврейка. Это Гильгуль. Теперь они сказали. Я не понял, во второй раз. Почему они ее выгнали? И все. Теперь они... Тогда она сама ушла, они ее умоляли остаться. А теперь, как она тогда ушла, а теперь они ее выгнали. Что? Мера за меру. Она ушла тогда сама, а сейчас они ее выгнали. И все, что теперь... И все, что тебе теперь остается делать, это пробудиться и признать власть Всевышнего и восславить Творца мира, который отделил нас от всех других народов и привел нас к горе Синай и дал нам свою Тору. Учение истины. Ты должна сжалиться над своей душой, которая предала свой народ и семью, и просить у него, то есть у Всевышнего прощения, и милости, и искупления, быть может, пощадить тебя Господь и даст тебе возможность исправления и простить твои грехи и преступления. И если ты в самом деле раскаешься и молитвы твои будут искренними от всего сердца, то не сомневайся, что Бог их услышит, потому что Бог, Он принимающий раскаяния, Господь милостивый и прощающий, и Он облегчит твою судьбу. Это вторая история. Третья история. Это было утром, в будний день, и как обычно в это время раб Исраиль Хакуэн, известный по своему прозвищу Хафетс Хаим, который он поучил по названию своей знаменитой книги о законах праведной речи, лишенный излословия, сидел и занимался со своими учениками. Вдруг открылась дверь, появился очень взволнованный человек из того города, где жил Хафетс Хаим. И в слезах стал рассказывать, что его жена вдруг упала на пол, потеряла сознание, и когда он попытался пробудить ее от обморока, вдруг из ее уст послышался мужской голос, который стал быстро говорить по-польски, и просил позвать еврейского равена, потому что есть у него к нему дело. И так он повторял свою просьбу снова и снова. И поэтому этот человек поспешил к равену, чтобы тот послушал, что говорит Дибу в теле его жены, и изгнал его оттуда. Рав сразу откликнулся на его просьбу и пошел к нему домой, вместе с несколькими учениками, среди которых был и Рав Лупьян, который рассказал эту историю. И когда Хафес Хаим вошел в дом женщины, снова стал говорить мужским голосом, который рассказал, что он душа не еврея. Князя владельца поместья, рассеянных по всей Польше, в которых живут сотни людей разных вероисповеданий, и среди них много еврейских семей. И со всеми ними он вел себя мирно и подружески. И если у них не было сил выплатить аренную плату, то он им прощал их долги. И поэтому все его многочисленные арендаторы благословляли его имя. Среди них, среди тех, с кем этот землевладелец вел многочисленные дела, был и один еврей по имени Моша, который был у него управляющим в доме. И поэтому дом этого еврея находился рядом с домом князя. И тот имел обыкновение заходить в шаббат в этот еврейский дом, чтобы отведать свою любимую еду. Князь Гой. Который стоит всю субботнюю ночь в печи и утром после молитвы его подают теплым на стол. Постепенно между ним и евреем Моши возникла особая дургутская связь. И иногда он спрашивал Моши, а как с точки зрения еврейского закона, если у него Гоя удел в будущем мире, тот говорил, что с его точки зрения иначе и не может быть. То есть, да. Если учесть все те многочисленные благодеяния, которые он оказывает людям, давая хлеб долодным, поднимая из праха нищих и давая опору их семьям. А когда я спрашивал, есть ли у него, у Моши доля в будущем мире, он отвечал, что он не знает, ибо грехов у него больше, чем волос на голове. И что решит суд о его делах и его душе, он не может знать. И тогда я говорил ему, что же получается, Моши, ты, еврей, отправишься в Гейном, а я, Гой, по твоим словам, получу удел в будущем мире. Тогда что же я буду радоваться в обоих мирах? И здесь, и на небе. А ты будешь в обоих мирах страдать? И тогда он тихо возводил свои глаза и говорил, Ашем и Рахем, да смилуйся Бог, Господь. И настал день, и по закону земли я умер. И сразу, как только моя душа покинула тело, я обнаружил себя в темном туннеле, в конце которого был источник света, и воспарил я к свету, и оказался в месте, с залитым светом, и нет у меня слов, чтобы его описать. И стоял я там смущенный, что все мои дела в этом месте. А потом приблизился ко мне неописуемый образ и сказал. То есть, это сегодня проверено теми, у кого была клиническая смерть, научным исследованием, записано в книге. Доктор Муди есть. 20 лет назад эта книга уже была, 400 человек он там, по крайней мере, описал. Все выходят из своего тела, летят через длинный туннель, видят свет, который такой яркий, он не ослепляет. Он тоже самое рассказывает. Потом, и показали ему там всю его жизнь. Он смотри, все мои дела, говорят, здесь. И ему сказал этот образ. Знаешь, что ты сделал людям так много добра, и так помогал всем созданиям, за это будет тебе наградой, то, что душа твоя будет радоваться всем тем благам, какие ты попросишь. И я просил, чтобы дали мне все, что я имел в том нижнем мире. Бескрайний паяль, поля, и великолепный замок, и кареты, запряженные отборными конями, и лучший изъяс, и все чувственные наслаждения, которые я знал. И ответили мне, что все, что я попрошу, исполнится. И тогда я добавил еще одну просьбу, чтобы во время суда над душой моего друга Моши позвали бы и меня. Согласились и с этим. И сразу же моя душа отправилась в воображаемый мир. И я наслаждался там всеми наслаждениями, которые есть на земле. И получил даже больше, чем просил. И так продолжалось долгое время. А спустя шесть месяцев, как я вкушал плоды наслаждения своего, моего осада, я вдруг увидел, что снова стою один в удивлении в том же месте. С залитым ярким светом. И снова явился мне тот образ и сказал, что сейчас вернул мой друг Моши душу творцу. И она предстоит перед судом справедливости. И по просьбе моей я должен подняться вверх, чтобы увидеть суд. И я оказался в другом месте, освеченном многими огнями. Цвета цехелит. Синий-зеленый цвет. И розовыми. И были в той комнате три образа. Сидящие как судьи. И Моши стоял перед ними и трепетал от страха. Человека судили. Спустя некоторое время они начали говорить и сказали, что взвесили дела Моши и решили, что пока он не может войти в Ганеден. А должен сначала пройти в течение шести месяцев наказания в Гейноме. Когда услышал Моши этот приговор и сдал душераздирающий крик и стал плакать. И тут же появилось несколько фигур одетых в черное и они взяли его и увели с собой. Я затрепетал от того, что увидели мои глаза и обратился к тому образу, которого просил показать мне суд над Моши и сказал, что я все уже видел и мне уже хватит и пусть он меня возвратит обратно. То есть он испугался. И тот согласился и сразу исполнил мою просьбу и вернул меня в мировоображение. И вновь я оказался в своем цветущем саду между лимонами и персиковыми деревьями и там наслаждался всеми благами, пока не забыл о Моше и о его суде. Забыл. А наутро, когда я наслаждался всеми благами, вдруг снова оказалось, что я опять стою в том месте с залитым светом, где судили меня. И появился тот образ и сказал мне, что сегодня душа Моши была взята в Ганеден и что мне предоставлена возможность выглянуть на Моше и его награду. Но только один миг, а потом вернуть меня снова в мой удел, которого я пожелал. Полгода прошло. И взял он меня с собой в такое место, которое невозможно описать и увидел я Томоше. Он сидел один и не было у него никаких владений и лошадей, ни садов, ни полей, ни растений, а лицо его было как пламень и сияло, как свет солнца. И понял я в душе, что смотрит он и вникает в нечто духовное и возвышенное. То есть, что-то он изучал, видел свет на нем. И радуется он всем благам духовным, которые непостижимы для людей и которых они даже не могут желать. И радовался я, увидев славу его и душу его, полную духовность, богатств. И понял я, что все мои желания и все мои наслаждения это совершенное ничто по сравнению с наслаждениями духа, который вкушает сейчас муши. И что я никогда не смогу даже приблизиться к этому. И когда кончилось это мгновение, я вновь увидел, как нахожусь в том же месте с залитым светом и тот образ сказал мне, что исполнил все, что обещал. А теперь я должен возвращаться в свой удел и наслаждаться в нем до тех пор, пока существует плоть. Но я взмолился и стал просить, чтобы он позволил мне посмотреть хоть еще одно мгновение на муши и насладиться сиянием его лица. Но он ответил, что это запрещено и что я и так первая душа нееврея, которая удостоилась увидеть благо, скрытое для Израиля. А теперь достаточно мне и пора возвращаться в свой удел. Первый нееврей, который это увидел. Тогда я заплакал и стал упрашивать и молить, чтобы он вспомнил все добро, которое я делал евреям в том нижнем мире и как они меня благословляли и чтобы в заслугу этого он исполнил мою просьбу и разрешил мне снова насладиться сиянием лица муши. И тогда обратился ко мне этот образ и сказал, что поистине еще ни одна душа не удостоилась такого и что нет у меня возможности еще раз вернуться и посмотреть на муши. Но поскольку еще живы на земле евреи-праведники, которые благословляют меня, памятуя то добро, что я им делал, он готов позволить мне взглянуть еще мгновение на муши, однако при этом, однако при том условии, что я соглашусь сойти в нижний мир и войти в тело человека, чтобы рассказать народу Израиля все, что я видел и тем самым пробудить евреев и укрепить в вере и соблюдении митцвот. И тогда, Рави, я вошел в тело этой женщины с одной целью рассказать то, что видел и обратился к тебе, потому что сойдя в этот мир я увидел сияние, которое исходит от твоего тела и поднимается ввысь и понял, что если я расскажу об этом тебе, то исполнится моя просьба и узнает об этом многие от тех, что собрались сейчас, чтобы услышать мои слова. То есть, он видел, как Челха Фесхаим на жизни сиял, а теперь не беспокойся и я сейчас выйду из тела женщины, не причинив никому никакого вреда и поднимусь, чтобы увидеть еще мгновение сияния мушей, а потом наслаждаться в своем уделе тем, что теперь для меня не имеет никакой цены. И только хочет он говорить, как женщина открыла глаза и поднялась с пола и удивилась, увидев в своем доме столько людей и вообще стала обычной женщиной. Тогда попросил святой Хафесхаим, чтобы передали все его ученики то, что видели их глаза и слышали их уши грядущим поколениям. А когда разразилась катастрофа и нацисты стали устремлять народ Израиля, еще один из ближайших учеников Хафесхаима, который присутствовал при этом при этом событии, удостоился вырваться из огня и добраться до Израиля и исполнить веление своего учителя и рассказать об этом своим ученикам. Конец дел. Всякий, кто услышит, боится Всевышнего и пусть исполняет его заповеди, ибо в этом есть человек. То есть два человека, а двух человек это услышал Лопиан и другой, что не все так просто. Есть Гильгулим, человек приходит и то рано что имет и человек без радости за свои митсот получает награду, а если не дай Бог наоборот, то не дай Бог наоборот.